Ну что ж, друзья, мы поменяли локацию, это значит, что у нас следующий год здесь находится. И хочется его представить. Это Ирина Брежнева, заместитель руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Вы здесь у нас пришли не просто так в гости, а потому что совсем скоро уже на этой неделе состоится Международный форум средств массовой информации Енисей.РФ. Так ведь? Да, абсолютно верно. Это девятый форум, который мы проводим у нас в регионе, он действительно международный, потому что традиционно к нам заявляется и из других республик, пусть советских, бывших союзных, но все-таки к нам приезжают и из Казахстана, и из Узбекистана наши коллеги. А так больше форум все-таки межрегиональный, и больше он все-таки акцентирован на Сибирском федеральном округе, потому что наши с вами коллеги со всей Сибири, конечно же, на форум к нам съезжаются. Ну и кроме наших коллег к нам, естественно, в этом году традиционно съедутся наши эксперты московские. А мне хочется отметить, я вот в социальных сетях сам периодически натыкаюсь на рекламу этого форума, там очень хорошая фотосессия была сделана, но, ну вот просто я за прошлые годы не помню, чтобы так вот активно она появилась в социальных сетях, но мне показалось, что не все так хороши там люди внешне. Вот Андрея нашего Грибова как будто бы не хватало, потому что он же будет выступать у нас как красавчик от телеканала Енисей. Мы не стали отдавать преимущество какому-то СМИ в выборе лиц, скажем так, обложки форума, но Андрей Грибов, ваш коллега и известный наш утренний спортсмен, он будет принимать участие уже не в межрегиональном форуме, а в медиа-ноче. Это то финальное мероприятие, которое будет завершать форум, по сути. Медиа-ночь, в отличие от медиа-форума, носит развлекательный характер. Медиа-форум это такая некая экспертная площадка, где действительно в этом году будут давать мастер-классы, это больше все-таки обучающая площадка для журналистов, такие ведущие эксперты, это и Всеволод Пулей, и Родион Скрябин, и Фекла Толстая. Ну, форум достаточно насыщенный экспертами. А о чем же пойдет тогда речь, если такой насыщенный список спикеров, какие, может быть, параблемы? Они себе по одной тематике будут рассказать что-то? Нет, тематика абсолютно разная. То есть на форуме журналист пришел сюда, вне зависимости от того, от какой он редакции, традиционные печатные, это СМИ, либо телеканал, либо это конвергентная редакция, телевизионное сообщество будет представлено, в том числе на площадках, по будущему развитию регионального телевидения, в связи с переходом на цифровое вещание, там будут эксперты Минсвязи давать свои оценки, суждения. Но это не основное. Все-таки основной аспект мы в этом году сделали на интернет. Все традиционные СМИ уже, понятно, имеют какие-то определенные не только группы в социальных сетях, но и сайт. И вот именно на конвергентной редакции и на то, как мы будем видеть будущее регионального телевидения, тоже будет очень много хороших площадок и мастер-классов. То есть тема по большей степени переход в интернет, как сказать? Не в большей степени, там будет много всего. Хорошо, но ведь интернет это же такая площадка, когда могут, собственно говоря, даже любители сейчас выйти с большой легкостью. А вот какие мероприятия можно будет посетить обыкновенным людям, которые к СМИ, скажем, пока никакого отношения не имеют, но, возможно, стремятся к этому, или, может быть, они являются блогерами? Ну, это будет у нас, кроме традиционного участия, еще будут предусмотрены интернет-трансляции наших площадок. И любой пользователь, зарегистрирующий на сайте, может через социальную сеть посмотреть трансляцию, либо прямо на сайте медиафорума. А для просто обычных жителей города Коснежска мы их всех приглашаем на «Медиа-ночь». Это традиционное заключительное мероприятие нашего медиафорума. В этом году там будет тоже очень интересно, проходить-то будет галерея Енисей 4 октября с 7 вечера до 11 вечера. А после этого будет ночь поджирать рекламу. Именно та самая ночь, которой у нас в Красноярске, по-моему, уже 8 лет не было в этом году, они выступают партнерами нашего форума, и вот решили провести такое мероприятие для красноярцев. Оно будет получиться, единственный показ, правильно я понимаю? Да, это будет единственный 4-часовой показ лучших рекламных роликов со всего мира за прошлый и часть позапрошлого года. Ой, я это все дело очень люблю. Но, тем не менее, не с пустыми руками вы к нам пришли. Да, у нас есть два билета для дозвонившейся в редакцию. Мы разыграем два билета на «Медиа-ночь», потому что кроме ночи поджирать рекламу, на площадках «Медиа-ночи» будут очень много интересных локаций. Все красноярские СМИ практически будут представлены там своими небольшими редакциями. Ваш Грибов, прошу прощения, ровно как и другие представители наших региональных телеканалов, будут принимать участие мужчины в конкурсе, который называется «Мистер СМИ». Это конкурс на лучшего телеведущего. А и у нас еще вот, Александр, что вы будете делать? Вы можете нам сказать даже. Да, я буду представлять наш телеканал. А, вот у нас. Мы просто этого еще пока не знали. У нас, оказывается, какие подробности вот сейчас в прямом эфире выясняются. Ну, раз вы представляете, она по билету. Нет, не пойдет. По билету все-таки не вам, по билету будет тем пришлем, которые дозвонились. Для этого нужно не дозвониться. Давайте все-таки лучше по СМС мы всю эту историю сделаем. Нужно написать по телефону, на коротке номер 9020, с пометкой «Остров пробел», далее текст сообщения. Нужно ответить на вопрос, какая по счету будет «Медиа-ночь» в этом году проходить. Мы уже чуть ранее упоминали, ну и тем более, в принципе, в интернете с легкостью можно будет все это найти. Не забывайте подписаться. Ну и, разумеется, первому правильно ответил, что мы отдадим вот эти два пригласительных. Можно будет посмотреть и четыре часа смотреть самую лучшую рекламу вообще, в принципе, со всего мира. Ну да, я был на прошедших ночи «Пожиратели рекламы». Потрясающее зрелище. Поэтому, друзья, пишите СМС, забирайте билеты, идите на хорошее, классное, действительно качественное событие. Ну и хочется напомнить, что у нас в гостях была Ирина Брежнева, заместитель руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Спасибо. Спасибо большое, что познакомили нас поближе со всей этой информацией. Ну и ждем всех подробностей 4-го числа. И, конечно же, в принципе, не забываем посещать те мероприятия, о которых чуть ранее рассказали. Мы ненадолго прервемся, но скоро вернемся.